Привет, друзья мои дорогие! Спешу поделиться, что там, куда меня занесло волной к друзьям, выкинуло на берег и оставило в карантине волею великого случая, сегодня с 6 утра разрешено заниматься спортом с 6 до 10. Посмотрите, сколько серфингистов сразу! По-моему, все серфингисты сегодня здесь, и я их понимаю. Жизнь возвращается, хотя полиция дежурит, на каждых 100 метрах дежурит полиция. Солнце еще не взошло, океан кажется серым, но все равно посмотрите, какая красота, какое величие природы. Мы заново можем оценить, как мало человеку надо, честное слово. Это пробная фаза, все очень делается осторожно и под контролем, и люди в основном уже без масок, но есть и такие, которые по-прежнему очень ответственно относятся. А самое главное, сейчас, по-моему, столько людей решило заняться спортом. Ученые утверждают, что ковид-19 теперь с нами навсегда, но и желание быть сильным, здоровым и преодолевать трудности тоже с нами навсегда, согласитесь. человек адаптируется ко всему. Самое главное помнить, что жизнь очень хрупка, дорожить каждым днем. Посмотрите, опять можно радоваться волне, нельзя еще сидеть на этой скамейке, но все-таки уже можно любоваться. Солнца еще нет, но все равно посмотрите, как оно окрашивает волны. Снова можно подойти к воде, она еще холодная, но все-таки снова можно любоваться на красивых молодых людей и на роскошных девчонок. Можно увидеть краба, он, правда, не шевелится, по-моему, он уже свое отгулял, но все-таки, все-таки. Я даже бросила в него камешком, но не встал он. И снова солнце тучу разорвет, и вновь душа отправится в полет. Я считаю, что нужно оставаться всегда оптимистом и верить в лучшее. Ну, а как иначе? Вот чему нас учит эта картина мира? Она учит нас тому, что надо отбросить все претензии к этому миру и к любому человеку. Надо ценить мгновение, но все мы это знаем и забываем. Надо оседлать свою волну и удержаться на ней. И надо быть благодарным. Благодарным за все. Даже вот за этот тяжелый карантин. Здесь почти два месяца он длился. и все таки, и все таки, посмотрите, наступил предел. И в основном, конечно, молодые кайфуют, но и старички тоже тут, я вам скажу, бегают, включая меня. Знаете, есть даже такая техника благодарности. Ложась спать, закрыв глаза, три раза поблагодарить Всевышнего и Вселенную за те три мгновения, которые были у вас в этот день. Начинать надо с трех и постепенно вы не заметите, как их будет все больше и больше. Великая сила жизни. Девчонки пришли любоваться на отчаянных мужественных парней. Как это здорово оседлать волну. Я так, конечно, никогда не смогу, но я там оказываюсь на этой доске вместе с ними. Я могу перенестись туда. Посмотрите, как долго держится парень. Ну, это же классно. Эта фаза жизни многому нас научит, я убеждена. И очень многие отбросят претензии, перестанут критиковать, судить. Сейчас высокие частоты работают, а мы понимаем, что это такое. Высокие частоты это свет, любовь, добро, открытость миру, благодарность. А примитивно говоря, низкие частоты это нытье, недовольство, критика, контроль за всем, что только можно. Вы не можете удержать контроль над миром. Единственное, что вы можете удержать контроль над самим собой. Посмотрите, как они продвигаются к своей волне, чтобы оказаться наверху. Вот так и нам на суше нужно продвигаться к своей вершине, к своему пику осознания, что жизнь это и есть счастье. Я как-то услышала или прочла фразу смысл жизни в самой жизни. И вы знаете, с возрастом я с этим абсолютно согласна. Давайте будем верить, надеяться и любить, что все еще будет. да, горькие потери будут, но будут и переосмысления, осознания, и новый виток. Я убеждена, что у каждого появится новый виток в судьбе в это непростое время. А ведь это девчонка, ребята, вы посмотрите, вы посмотрите по переднему плану, ведь это девчонка. И будет снова рассвет и более солнечный день, и мы улыбнемся друг другу. Девчонка.